Всем привет, с вами Александр. Сегодня не урок, такой маленький обзорчик. Невольно, конечно, задаешься вопросом, если мы сделали риггинг такого необычного персонажа, как Оборотень в синьке, то как это будет выглядеть в Motion Builder? И возможно ли такое? Да, такое возможно. Вот смотрим пример анимации. Так, тут надо с разных ракурсов показать. Но, но, есть, конечно, и свои... Так, я сокращу количество кадров. 137. Еще раз запущу и буду показывать с разных ракурсов. Вот смотрим внимательно. То есть, в принципе, в принципе, это работает. Вот так, посмотрим под таким углом. Но, если мы приглядимся внимательно, то мы с вами увидим, что, к сожалению, к сожалению, вот эта вот нижняя часть изгиба, она остается заблокированной. Пока, мисс, я еще не нашел, как исправить данную настройку. Возможно, даже это знает кто-то из вас. Но, при, скажем так, более быстрых анимациях, вот этот блок почти что не виден. Вот давайте его рассмотрим при ручной анимации, как это смотрится. Так. Отцентрируем камеру. Выберем ногу. Вот смотрите. То есть, колено и бедро у нас работают в данном случае нормально. А вот этот вот изгиб, он остается в заблокированном состоянии. Но, в целом, в целом все-таки работает. Так, ну, если вам интересно, ставьте лайки, пишите отзывы под этим видео. И я расскажу особенность настройки рига в Motion Builder для такого скелета. Если вас устраивает, что нижняя конечность в одном из суставов остается заблокированной. Если вас это не интересует, конечно, ничего показывать не будем. Ну, что ж. Вот это вот такой маленький прикол, который я хотел показать. С вами был Александр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok